Привет, я Серёга. Недавно я зашёл в бонусный магазин. Наверное, многие уже забыли из вас, что это такое. И увидел там 500 тысяч баллов! Ну куда уже больше? Постарался примерно вспомнить, когда в последний раз его обновляли, и это было, ну, честно говоря, давно. И максимально, что туда добавляли, это какие-то сезонные предметы. Допустим, на День Десантника добавляли, что там можно было купить за эти бонусные баллы нож или же голубой берет. Какие-то новогодние предметы, и, честно говоря, настолько быстро они закончились, что, скорее всего, там не больше тысячи их было. А ведь если вспомнить тот момент, когда этот бонусный магазин только добавили, вы просто не поверите, кто не застал тот момент, насколько дофига можно было купить за эти бонусные баллы. Золотые пушки, супер-вип-ускорители, какое-то крутое снаряжение даже навсегда и множество всяких временных вещей. А эти все бонусные очки у вас всегда копились в вашем аккаунте Варфейса. Вы могли их получать просто за то, что донатили в этот проект. Просто какие-то кэшбэки. Допустим, вы донатите Варфейс и получаете часть своих денег назад просто на бонусный свой счет. И потом за эти бонусы можете покупать себе какие-то плюхи. Сегодня, дорогие друзья, у меня для вас есть вот такой вот замечательный пин-код на 500 активаций. Если вы хотите больше таких пин-кодов, чтобы я вам раздавал, потому что админы множество мне таких дали, то обязательно поддержите это видео своим царским лайком и расскажите другу. Если у вас есть эта пушка, пожалуйста, не забирайте, пусть она останется другим. Обычно такие пин-коды, к сожалению, быстро улетают, поэтому обязательно смотрите все новые ролики как можно скорее. Чтобы это сделать, вы можете подписаться на рассылку новых видео. Там вам просто в личку сообщения в ВК будет приходить сообщение о новом ролике. Желаю всем приятного просмотра и хорошего настроения. Погнали! Друзья, для новичков и олдов Варфейса появилась нереально крутая акция с халявным снаряжением и оружием навсегда. Если ты новичок, то просто регистрируйся по ссылке в описании. Ты сможешь выбрать на любой класс желаемое оружие и снаряжение. Поначалу ты получишь все бонусы на время, но при достижении 30 ранга тебе выдадут все награды навсегда. Это нереально крутое и редкое снаряжение и оружие. Акция продлится всего лишь до 13 сентября. Успей зарегистрироваться с нереально крутыми пушками и нагибай всех. Также, если ты уже играл в Варфейс, просто перейди по ссылке и забери любой набор навсегда совершенно бесплатно. В описании я также оставляю кучу крутых ссылок с донатом и бонусами. Обязательно загляни и прокачай себе топовый аккаунт. Вот просто смотришь на то, какой у тебя баланс бонус на магазине. 500 тысяч, полмиллиона и понимаешь, какие это по-настоящему деньги. Если какой-то маленький процент тебе падает, ты в один момент понимаешь то, что в игру ты закидываешь больше 3 миллионов рублей только в один аккаунт. Конечно, у некоторых может быть больше золотых пушек, чем у меня. Хотя, по-моему, у меня сейчас большинство золотых пушек на аккаунте присутствует. Нету каких-то пушек, которые мне просто не нужны. Но большинство золотых пушек сейчас можно просто купить по фикс-прайцу. А я почти все свои пушки 99% выбивал из коробок удачи. И на каждую тратил огромную сумму денег. Участвовал в всяких акциях, датил на батл пассы. Аккаунтов у меня также на трех сферах, на один e-mail и на многих очень множество всяких донатов. И из этого складывается такая огроменная сумма. И как же, черт побери, приятно было бы просто взять их в бонусном магазине и понакупать всяких себе интересных предметов. Бонусный магазин. В него добавляли и золотые пушки, и оглушающие пушки. Да в него добавляли абсолютно все, что угодно. И люди всегда понимали то, что если они донатят в этот проект, они могут с этого хоть что-то получать. Кэшбэки сейчас очень популярны. И допустим, если ты что-то тратишь на всяких банковских картах, такие функции присутствуешь, покупаешь по банковской карте и тебе даже в денежных моментах это все возвращается. Я считаю, игры это то, где должно присутствовать такая же функция. Вот смотрите, сколько сейчас в Warface зарегистрировано игроков, именно аккаунтов. Их настолько дохрена, что иногда просто не понимаешь, а как люди просто взяли и ушли с этого проекта, забили на него и не заходят, даже не интересуются, что с ним стало. Потому что взять это число, которое говорит администрация, когда день рождения Warface, они обычно в ВК, тут сколько у них зарегистрировано всего игроков в Warface. Если верить этим данным, то каким образом складывается такой онлайн сейчас в Warface? Я понимаю, да, есть множество всяких факторов, по каким причинам они могли перестать это делать, но следить полностью за проектом это довольно странно. Администрация пытается множеством функций вернуть старых игроков, потому что она понимает то, что в игре и так уже есть очень много игроков. Но если бы эти игроки, которые уже не играют в Warface, просто вернулись бы в Warface, было бы замечательно. Например, они ввели Battle Pass. Я считаю, что он довольно скудный, мало в нем интересных функций, но он очень дешевый и он бесплатный, поэтому, безусловно, он хороший. Также месяц назад они ввели такую акцию, которая позволяла просто любому аккаунту, который уже зарегистрирован, получить себе любое снаряжение Absolute на любой класс. И тут, казалось бы, после такого, ну не знаю, наверное, старички точно бы охренели, и все бы вернулись в игру. Это, конечно, придало хоть какой-то онлайн, но не такой весомый, как люди думали. Ведь если, правда, задумываться о глобальном возвращении всех старых игроков в Warface, чтобы по максимуму не вернулись, понятное дело, одной халявой это все не закончится. Нужно взять все это и скомбинировать, допустим, сделать вот такую вот халяву. Офигенный Battle Pass, офигенную обнову, в которой ничего не лагает. И вот тут вот проблемка, да, выходит. Да, скорее всего, ССС в Warface до идеального состояния не починит никогда. Я, честно говоря, просто в это не верю. Возможно, когда-то сделают, что урон просто будет идти хорошо, но то, что он будет идти всегда идеально, как, допустим, в Counter-Strike, я не верю. И тем более в Warface множество всякого оружия, снаряжения, которое просто по-дебильному смотрится, по-дебильному отображается от третьего лица. Вы только представьте, есть просто скины на игрока, которые просто могут показывать его модель, как неплавную, резко дергающуюся и так далее. То есть в Warface игра, в котором даже скин на персонажа дает тебе какое-то преимущество. И, допустим, если представить, что множество игроков ушли именно из-за этого фактора, что в Warface довольно все неплавно и трудновато играть стабильно, потому что твой скилл в этой игре не зависит от тебя. Он больше зависит от твоей удачи и твоих технических составляющих твоего ПК, интернета и пинга. Плюс с этим, даже если у тебя все будет идеально, все равно у тебя будут какие-то проблемы с уроном. Давайте даже опустим этот фактор, то, что если эту проблему нельзя будет решить никак, но все равно люди играют в игры ради удовольствия. Если они играют с друзьями, они получают ценные эмоции. Мне кажется, если даже будет подобная проблема, люди все равно смогут играть в этот проект. Просто они себя чувствуют тут небезопасно. Потому что, если они даже донатят в этот проект, просто через 2 месяца, их пуха, самая топовая, которую они считали, и потратить на нее кучу денег, она может оказаться вообще неиграбельной. Одно дело, когда одна пуха может противостоять другой примерно на равных. Ну, на какой-то дистанции она будет лучше, на какой-то дистанции... Ну, допустим, возьмите Фабарм Престиж, который до недавних пор считался довольно топовым дробовиком. И возьмите Чап. И вот скажите честно, с Фабарма вы сможете перестрелять Чапу? Если бы пухи балансировались именно так, что вот какая-то пуха будет в любом случае чем-то лучше другой пухи, но тут же нет, тут просто полнейшее превосходство. Многие думают, что раньше было лучше, но я скажу, раньше было лучше, это потому что раньше не было конкуренции. Представьте то, что сейчас игры, в которые вы, допустим, перешли или потихоньку поигрываете, их просто не существует. И что бы вы делали? Все же играли бы в Warface или же нет? Просто когда на рынке появляется очень много конкурентов, и, понятное дело, они ставят свою планку. И когда какая-то игра не доходит до этой планки, тут уже приходится идти на крайние меры. И я считаю то, что в Warface такие крайние меры нужны. Это именно то, что если человек вообще не донатит, вообще ни копейки, чтобы он все равно себя чувствовал комфортно в этой игре. Чтобы в любом случае выходили всегда какие-то промо-страницы с интересными заданиями, где человек мог получить себе не какое-то говно, а хотя бы более-менее средний донат, с которым он смог нормально играть в эту игру. Ведь без доната сейчас комфортно себя чувствовать можно только на ПВЕ или же спецоперациях. Но зайдя на ПВП в хреновом снаряжении и хреновом оружии, конечно, удовольствие ты не получишь вообще никакого. Лично я совсем недавно попробовал поиграть в Warface. Да, время было 2 часа ночи по МСК, но чтобы вы понимали, я выбрал весь режим штурм на сервере Альфа. 10 минут поиска, все сервера выбраны. Он просто не ищет ни одну карту режима штурм. Я захожу на Чарли, выбираю рейтинговый матч, у меня 21 лига, он ищет мне игру 5 минут и находит. В следующий раз он ищет игру мне 7 минут. Я сгораю и просто выхожу. Я не собираюсь как бы ждать столько времени, чтобы играть абсолютно столько же времени на РМе. И это я сейчас говорю про самый популярный режим Warface. 2 часа ночи, 3 часа ночи. Поймите, это не королевская битва. Там не нужно искать 100 человек. Там нужно найти всего лишь 10 человек. Если какие-то непопулярные режимы по типу уничтожения не ищутся в 2 часа ночи, я это еще понять не могу. Но то, что РМ ищется настолько долго, в такое даже время, вот этого я понять уже не могу. И то, что сейчас администрация рассматривает вопрос о том, чтобы объединять сервера, я думаю, никому объяснять не надо, конечно же рассматривает. Просто это все дело очень трудно и скорее всего сделают так, что просто люди с разных серверов могут взаимодействовать друг с другом. Допустим, вы запускаетесь на сервер Чарли, играя РМ, и, к сожалению, на сервер Чарли нету подходящих для вас игроков. И вам просто перекидывают игроков с сервера Альфа. Вы взаимодействуете и играете с ними, и в любое время можете найти любимый режим. Я считаю, это тоже одно из самых главных, чтобы человек в любое время суток мог найти и поиграть то, чего он хочет без вообще какого-либо ожидания. По поводу бонусного магазина, я уже просто задолбался говорить одно и то же. Ну как можно его не обновлять? То, что сейчас есть в бонусном магазине, ну просто лютая фигня. Покрути кейсы на эти самые бонусы, ну выпадет тебе миллион этих бонусов, будет тебе хоть два миллиона этих бонусов. Ну куда их потратить? Там добавили всякие интересные подписки. Все же в бонусном магазине видно то, что пытается каким-то образом хотя бы существовать. Но почему он не может существовать хотя бы конкретно в Варфейсе, конкретно, чтобы не добавляли просто старые даже пухи по какому-то фикс прайсу? Каким образом от этого упадет заработок, если даже старые донат пухи продаются в игре за варбаксы, от того, что человек купит ее за 2000 игровых баллов? Что от этого станет, что от этого изменится, я не понимаю. И та же самая проблема старых игроков, которые пытаются вернуться в игру. Допустим, они последний раз играли в 2014 году. Я сегодня встретил игрока, который играл в последний раз в 2014 году. Он играет просто в фулл-дефолтном снаряжении. Вы представляете? У него оружие, вот это хэттеры хок какой-то, или пулемет этот читерский был, снаряжение, вот это вот старое снаряжение, даже не могу сказать, с какой оно ветки поставщиков, потому что я его в последний раз видел, вот как раз таки в 2014 году. Он сыграл со счетом 0.10, и понятное дело, впечатления от игры вообще никакого не получил. А я уверен, что у этого игрока, допустим, в бонусном магазине, была бы хотя бы лишняя тысячонка баллов, лишние 500 баллов, на которые он смог купить себе, как хотя бы какое-то новое снаряжение, ну хотя бы на время. Ведь это тоже очень сильно решает, когда ты играешь в нормальном снаряжении, у тебя намного лучше получается играть, когда человек вот так вот входит, и просто охреневает. Даже если бы урон был починен на все 100%, вы просто представляете, как человек в стандартном снаряжении, с какого-то старого говна, будет пытаться перестрелить новый с этой Блэк, вот он все равно выйдет и скажет, что урона нету, а хотя он не понимает, что у него снаряжение, которое режет половину урона с его пухи. Я считаю, что это нужно добавлять по-любому 100%. Ведь главное в игре это получать от нее удовольствие и комфортно играть. Дорогие друзья, я жду от вас поддержки этого видео, вашим царским лайком, подписки на канал и пожалуйста, напишите ваше личное мнение в комментариях. Не забудьте рассказать другу об этом видео, пусть тоже зайдет, посмотрит и расскажет друзьям. Благодарю за то, что вы досмотрели это видео до конца. С вами был Серега, мы с вами увидимся, всем удачи, всем пока.